Боятся погибнуть в собственном жилье. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители вот этого дома на Большой Нижегородской. Грибок, плесень и огромная влажность во всех квартирах. Дом построили больше ста лет назад, говорят люди. Они боятся, что строение вот-вот рухнет. Что уж говорить, в некоторых местах уже зияют огромные дыры в полу. Вот пол гниет, он, значит, весь, все сыпется, все рушится. Тут просто песок, тут даже ничего нельзя, оно просто сыпется. Потому что весь кирпич сыпется уже. От кирпика. Это все грибок, это все-все грибок. Вот земля, буквально метра нет, и мы живем на земле, просто на простой земле. На крыше дела обстоят не лучше. Вместе с одной из жительниц наша съемочная группа решила забраться туда. Екатерина Хватова живет в доме уже 15 лет. И на ее памяти здесь ни разу не проводился ремонт. Оно и видно. Дыры в кровли, сгнившие балки и отсыревшие доски. Девушка уже давно мечтает переехать отсюда. Ужасное состояние крыши отражает также все ужасное состояние всего дома. Конечно же, хотели бы переселения, потому что жить здесь невозможно. Все болеют, дети болеют, все плохо. К проблемам добавляются и постоянные протечки в квартирах. На этом любительском видео можно увидеть, как капает вода с потолка. Капают уже вот скоро. Скоро до люстра. С люстры польет. Люди говорят, живем словно на пороховой бочке. Из-за протечки может случиться короткое замыкание и здание сгорит. Этот дом был признан аварийным в 2018 году. Судя по информации с официального сайта переселения из аварийного жилья, на тот момент специалисты зафиксировали почти 80% износ жилого дома. Расселение здания запланировано на 2025 год. В 2020-м люди решили уменьшить этот срок и обратились к городским властям. Чтобы нам ускорили расселение, потому что это не дом, а пороховая бочка. У нас все сырое, вся проводка сырая, мы просто боимся, что вдруг будет замыкание, это будет пожар. Грибок поел, по-моему, уже все квартиры. В 2020-м году нам отклонили комиссию из-за того, что началась пандемия. За людей вступились и правозащитники. Один из них предлагает жителям продолжать и дальше, что называется, бить во все колокола. Непонятно, куда смотрят органы власти, когда люди живут в таких, извините меня, условиях. При этом строят торговые центры новые, при этом строят какие-то новые дома, здания. Необходимо сейчас в первую очередь гражданам объединиться, которые проживают в этом доме, подготовить обращения в различные государственные станции, в том числе администрацию города, прокуратуру, жилищную инспекцию и также в областные органы. И постоянно обращать внимание органов власти. Чтобы ускорить процесс расселения, потому что жить в таких условиях просто невозможно. Это очевидно. Люди могут заказать независимую экспертизу состояния дома. И на этом основании обратиться в прокуратуру или суд об уменьшении сроков переселения, добавил специалист по ЖКХ. Для того, чтобы было основание, необходимо сделать, получить заключение специализированной организации, которая установит, что техническое состояние, физический взнос настолько большой, что дом рухнет в ближайшее время. Но готовы ли городские власти пойти навстречу людям и какие условия по расселению они могут им предложить? Мы отправили в мэрию официальный запрос и будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Ангелина Насадова, Шестой канал.